Закончилась конференция. Могу дать некоторые пояснения сейчас от официальных трех владельцев компании, президента и двух вице-президентов, почему столь важным было сегодня услышать прямой ответ по ситуации, которая происходит. Учитывая, что пока это пробный этап, я всегда повторяла, что очень трудно что-то начинать, любую программу адаптировать, начинать работать, всегда есть тестовый период, и мы понимаем, что у нас сейчас вот этот период, это первая выплата, это тестовый период. Сегодня очень так грамотно и понятно объяснили цифры и сроки, объяснил Мигел Гомуш, по поводу выплата сегодня состоит, вчера вернее она состоялась, выголососил голдкоин, сегодня состоится в ночь в биткоинах. Почему так? Учитывая, какая большая ошибка была, вы помните, когда мы начинали работать с двумя валютами, сколько ошибок происходило в системе, сколько неправильных начислений мы получили, сколько корректировок потребовалось. Учитывая, что система в двух валютах, работающая параллельно, может давать сбой, решено сделать теперь раздельно эти выплаты проводить по дивидендам, в начале один, потом вторая валюта, в начале наша монета, иголососил голдкоин, и потом биткоины. Все это введено в порядок, и это будет регулярно, ежемесячно производиться. Теперь относительно платежей. Ну, все ждали максимум, я понимаю, что все ждут максимум, потому что считают, что кто-то нам должен. Я хочу напомнить, что нам заплатили сейчас дивиденды по обещанному минимуму, но минимум у нас гарантированный 5%, нам его заплатили. Компания избрала в этот месяц заплатить нам этот процент в обязательном порядке, хотя мы видим, что не все механизмы, не все инструменты в бизнесе еще подключены, готовы. Но, к сожалению, технические работы всегда задерживают возможность работать серьезно и быстро, когда готова вся система. Это не наша вина, это, ну, скажем так, форс-мажорное обстоятельство, очень многих моментов, которые происходят в жизни. Сегодня Клаудио объяснил опять, ну, опять же, много, как всегда говорит Гомеш, много невидимой работы, которую трудно объяснить в компании, которая избрала свой путь работы серьезно и долго на этом рынке, совмещая MLM-инструмент с физическим бизнесом. Это факт. Поэтому все, что происходит, мы много публикаций сегодня читаем, как разворачивается мир именно к тем тенденциям, которые стоят во главе угла в нашем бизнесе. Поэтому компания приняла решение, не дожидаясь окончательной нормализации работы всей глобальной платформы со всеми присоединенными инструментами, которые нам необходимы. Это e-commerce отдельно, он готов, сегодня мы его видели. Но решили дать тот минимум, который Клаудио постановил выдать всем партнерам, потому что обещали идея 28 число, день первый, который компания запустила финансовый инструмент платежей дивидендов по акционированию по пакетам и по маркетингу. Мы получаем все время по маркетингу выплата в монетах тоже будет запущена. В ближайший день 2-3 они объявят отдельно. Почему день 2-3? Сказано было так. В течение 5 дней нормализация работы Умбрелла 100% будет дана нам с вами уже в готовом инструменте. Поэтому у нас на сегодняшний день оборот нашей монеты это Умбрелла, привязка идет к ней. Они там называли технические ошибки, которые выдает, что и как происходит в системе. Я не могу их перевести, я не программист, я не знаю, как это объяснить грамотно русским языком, поэтому только могу сказать, работа продолжается все время, тестовый период Умбрелла продолжается все время. И мы знаем, что уже независимо от нашей компании, Бесткоин самостоятельно объявил, что они присоединились, я напечатал эту информацию, опубликовал в средствах массовой информации. Почему мне делать сегодня? Он сказал, мы не публиковали, мы ждем окончания всего периода привязки, создания адресов нашим монетам и это вводится в действие. То есть это дни. На сегодня они приняли решение собрать всю команду программистов, потому что у нас, ну это не к сожалению, это к счастью, наверное, разделение работы программистов дает возможность разделять и нормализовывать работу в различных подразделениях различными командами. Это, наверное, правильное решение. Но на сегодня важно увязать Умбреллу, кошельки Умбреллы с нашими бэк-офисами, поэтому и индусы, и португальцы сейчас все работают в главном офисе, все прилетели туда для того, чтобы вот эти дни, он сказал меньше дней, я как всегда говорю больше, поэтому не будем говорить конкретные даты, я называю максимум 5 дней. Так было сказано, я поэтому называю максимум. У них цели и задачи в ближайшие 72 часа нормализовать ситуацию. Но почему называю максимум 5 дней? Да потому что невозможно по часам выверить, мы уже из практики знаем, что программирование не терпит маркировки именно вот конкретной даты на запуск той или иной программы, ее нужно подготовить и проверить. У них идет тестовый период сейчас, поэтому они очень озабочены тем, чтобы дать нам вывод, всех вот этих 5% дивидендов в выголы Gold Social Coin, все, что мы получили, вся эта сумма будет доступна к выводу. Далее звучал вопрос, наши монеты полученные по маркетингу, это следующий шаг, как только проведен будет тестовый период вывода вот этих дивидендов, следующий шаг будет вывод вот тех процентов, которые нам обещаны по нашим монетам, полученным по маркетингу в пользование на Умбреллу, то есть они подтверждают действенность этого шага. Далее звучал вопрос по возможности проведения апгрейдов монетами, которые нам сейчас упали по дивидендам. Ответ вот эти 3 дня решающий, и эта функция будет открыта. Поэтому давайте шаг за шагом делать все то, что нам рекомендует делать компания, ждем сегодня ночью официального сообщения. Я кратко пересказала все, что сегодня на часовой конференции звучало, сейчас будет записано резюме всей конференции, я его переведу и выставлю в публикованном виде. Это очень важно. Почему? Я хочу, чтобы еще раз все поняли, правильно сказал президент. У нас 90% партнеров еще не понимают, где они оказались. У нас там звучало много сравнительных характеристик, и каждый со своей колокольни старался рекомендовать что-то. Я, естественно, тоже. Мы, россияне, всегда стараемся в Индополошном вчера. Поэтому, как сказать, президент право в одном. Говорит, для того, чтобы столь серьезный механизм запустить в стопроцентно рабочем режиме, не дающем сбоя ни по каким направлениям, это годы работы, годы. Но его подготовительная работа для запуска итоговой финальной части нашей, совмещая с MLM, платформой Network, на сегодняшний момент, действительно заняла у него годы предварительного труда. И вот наш бизнес, Network Business, который мы имеем сегодня с инструментами MLM и используя платформу многолетнего физического его труда в основании нашего акционерного клуба, это и есть то, что осталось, ну, мы видим, да, реальные шаги, то, что уже начало реализовываться. Поэтому я прошу понимания всех, что физический бизнес, который... Почему вчера Мигел выставил, что бухгалтерия просчитала? Мигел сказал сегодня честно. Бухгалтерия просчитала некоторые нюансы, которые можно было дать, значит, чуть больше процентов, возможно, 7-8, тем, которые внесли большие суммы. Но мы же их не вносили. Коллегиальным решением руководства принято решение, почему 5%? Да потому, что мы их не вносили. Мы сделали апгрейд теми монетами, которые нам дали. То есть практически никто, ни копейки живых денег, кто делал апгрейды Eagle Social Gold Coin, не внес. Поэтому было принято решение в обязательном порядке выплатить 5%, реально 5% и дать ими воспользоваться, то есть дав нам Умбреллу и возможности вывода, и нормализовать работу со следующего месяца после официального старта холдинга Phoenix 19 июня. То есть мы на следующую выплату уже получаем готовый инструмент, готовый бизнес-механизм с привязкой всего того, что мы так с вами ждем. То есть платформа e-commerce – это наша Умбрелла, которая связующая звено, потому что все наши монеты могут быть использованы во всех финансовых расчетах. Это связь со всеми отношениями, с регистрацией партнеров через Умбрелла, с покупкой товаров и услуг через e-commerce. Это все то, что дает старт новому витку бизнеса. Поэтому на сегодня еще раз я повторю, что как рассчитывались проценты у всех по-разному. Смотрим день апгрейда каждого из партнеров. С момента дня апгрейда, допустим, 15 марта, 15 апреля – 30 дней работающих денег на компанию. 15 апреля, 15 мая – это месяц, за который вы получаете апгрейд, вы получаете дивиденды 28 мая. И начинаем считать от 15 мая, то есть 16 мая, по 28 мая дни, за которые вам заплачен, плюсом за день высчитывается коэффициент, и вам платят за эти дни плюсом дивиденды. Поэтому, невзирая на то, что могут быть одинаковые пакеты, у всех разные суммы получаются. Еще один момент. Многие говорят, почему мы заходили в один день, почему у нас вот разные начисления. Если есть где-то подтверждение того, что один день оплачен пакет, одинаковые пакеты, одна сумма, да и один день, и что-то там у вас не сходится в цифрах, то это уже действительно помощь, поддержки требуется. Но это не означает, что это массовая ошибка. Возможно, где-то, ну опять же, тестовый период. Это первая выплата новой системы в новой монете. Я прошу это учитывать. И давайте лояльно относиться ко всем погрешностям, которые могут возникнуть. Тем более, что мы сами создаем очень много проблем.